привет друзья с вами международный гроссмейстер роман овечкин сегодня будет партия которая попадет две рубрики памятная партия 1 рубрика и 2 рубрика ловушки ну как-то неудобно мне просто пока что всего одна партия в рубрике ловушки поэтому мы немножечко восполним этот пробел 1995 году был очень хороший турнир под брянском брянской области в лесах и конечно у меня очень замечательные просто о нем воспоминания я уже рассказывал показывал одну из памятных партий и еще одна моим противником был сильный кандидат мастера из томска а лоскутов партия была сыграна во втором туре я попытался противника поймать вот такую ловушку в этой позиции у белых масса ходов ход c3 достаточно редкий основной ход конечно же d4 но ухода c3 есть свои идеи белые хотят получить очень красивый пешечный центр а на коне в 6 тоже у белых несколько продолжений слон е2 слон d3 а ферзь c2 в этой партии я пошел h3 кстати в 1996 году тоже на памятном турнире будапеште где мне удалось разделить первое второе место с ныне многократным чемпионом мира среди ветеранов владимиром ильичем охотником первое второе место со мной попались вот в эту ловушку то есть молодой шахматист венгерский сыграл коньберг е4 и после ферзь а4 шах белые остались с лишним конем и уверенно реализовали этого коня эту партию мы дальше смотреть не будем она останется в записи кто захочет посмотрит скачает ссылки мой противник сыграл же 6 вполне возможный ход также у черных есть масса ходов конь c6 со мной играли конь d7 слон d7 е5 каждый ход носит какой-то смысл коротко остановлюсь на варианте который сыграл в партию то есть было бы глупым играть вариант из расчета только из расчета что ваш противник зевнет вам фигуру это достаточно коварный вариант разработан чешскими шахматистами первую первую очередь шахматистом с достаточно необычным для русскоязычного человека фамилии мокрый такой мастер чешский тогда сейчас наверняка гроссмейстер силы разработал вот этот вариант мне его партии попались в шахматном информаторе и этим вариантом было одержано немало побед причем в екатеринбурге жертвы подготовки становились такие сильные шахматисты как гроссмейстеры ваулин рожковский и так далее после g6 в этой партии слон g7 рокировка рокировка слон c2 еще одна ловушка которую ставят белые d4 в чем идея белые захватили центр очень красивый центр хотят пойти d5 дальше захватить пространство получить своего рода защиту бинони но с лишним темпом потому что конь вышел на c6 и потом видимо уйдет на п8 на а5 он в опасности ну и вне игры еще при этом поэтому черные должны меняться на d4 и естественный самый такой естественный ход здесь есть ходы d5 у меня есть партии на эту тему по варианту чтобы вам показать и е5 есть ход но в этой партии мой противник сыграл поль b4 и после слона b3 ловушка номер два конечно черные не могут брать пешку на е4 из-за хода ферз е1 двойным ударом что это значит это значит что белым удалось сохранить очень красивый центр который в любой момент может двинуться вперед причем как-то так и другая пешки могут двигаться вперед захватывая пространство черные сыграли b6 и в общем-то не уравняли то есть видно что белые фигуры расположены очень гармонично центр очень такой красивый подорвать его сложно на доске все фигуры и это однозначно затрудняет черным оборотом то что слон кстати перешел на b3 дает белым дополнительные возможности связанные с атакой на пункт f7 ну и конечно я бы не сказал что у черных здесь проиграно что все мы поймали на вариант нет конечно позиция игровая у белых на мой взгляд стабильная инициатива то есть надолго захвачена белыми инициатива благодаря тому что у них преимущество в пространстве дальше последовали ходы препятствующих продвижению е4 е5 уход слон g5 не обязательный конечно на е3 слон расположен ничуть не хуже но хотелось как-то продавить вот пешку е7 чтоб черным сделать ходык которые заставляют черным черных считаться с тем что на е7 в общем-то подвисает ключевая идея белых то есть сыграть ферзь d2 а слон a6 ферзя присущий на h4 коня на g5 и дать махту например одна из возможных остановок поэтому черные немедленно прогнали этого слона а слон отошел на h4 для давления на пешку е7 нет хода е7 е5 g5 тоже играть опасно так как это ослабит белая поля на королевском фланге черные попытались получить контрыгру за счет попадание фигурой на пункт c4 но белые уже готовы все силы белых в игре ладья а1 на c1 не выходят она может понадобиться белым на d1 или на e1 то есть все фигуры заняли активные позиции как я говорил в комментариях партии с александром морозевичем есть правило макаконова если вы считаете что все ваши фигуры стоят идеально ищите активных пешки вот здесь тоже такой пример на тему использования правила которого существование которого я даже не подозревал е5 угрожая е.д пешки е7 связано и после размена черная страшная угроза е5 е6 создана черная чуть ли не вынуждены искать спасение путем упрощений путем упрощений размен ферзей он неизбежен белые выиграли пешку это достижение при этом если ладья отойдет белая готова взять на c5 и пойти е6 может быть или отправить лошадь на пункт f6 или d6 поэтому черные отвечают ударом на удар но мой противник в целом очень агрессивный шахматист поэтому ходы в стиле фишера нападение в ответ на нападение несомненно мной считались во время партии здесь это приводит к дополнительным упрощениям и белые прорываются путем е6 ход не обязательный наверняка вот конь d5 был ничуть не хуже но принципиальный белые пытаются показать что даже в эстеле черный король нуждается в защите и так и произошло партия закончилась именно ну не матовой атакой просто черного неудачное положение черного короля оставила их без материала так сказать пока что позиция черных не выглядит проигранных совершенно и может быть даже ей не является у них мощный слон на g7 есть шанс создать отдаленную проходную то есть от белых требуется энергичное действие поэтому конь идет на b5 а не на e4 чтобы перебить пешки а7 b6 надо как-то пытаться их отнять пока они не стали проходными черные укрепляют пешку а7 и короля они на h2 загнали с идеей сейчас пойти конь d3 заманить короля на g3 или на g1 то есть у белых лишняя пешка на королевском фланге поэтому им требуется эти пешки в движение привести то есть иначе использовать материальный перевес не удастся поэтому обязательно не является ход g4 чтобы на конь d3 король у нас пошел на g3 и пешка g она активная пешка она не осталась на g2 и готова при случае идти вперед ну дальше вот черные используют такой момент что у белого коня не так много ходов поле c3 не выглядит идеальным но все равно перевес белок сохраняется взятие на c3 для черных совершенно не выгодно потому что в белом проще будет отвести коня с f3 запустить пешку f еще получить две связанные проходные и что в коневом что в ладейном окончании эта позиция без особых проблем выигрывается а после конь c5 белые приступили к созданию атаки ну конечно ход король g2 сказать что этим ходом белые подготовили атаку на черного короля выглядит заявление достаточно смелым и нелогичным парадоксальным но так и есть конь f3 подключается к борьбе на ладья бьет а3 белые делают очень сильный ход g5 угрожает g6 шаг на король g8 ладья c8 шаг далее белый конь е2 пойдет на h5 и при случае на f6 а конь f3 на и при случае поддержит ход g6 g7 брать надо после конь бьет g5 единственный ответ король g8 белые конечно пешку b6 не бьют им не до нее они должны использовать неудачное положение слона очень сильный ход конь f4 угрожает g6 и черным просто не спасти фигуру так вот неожиданно произошла атака малыми силами то есть черные избежали ловушек в дебюте но то что эти ловушки были попутными то есть белые проводили вполне разумный ланд по захвату центра то что они дали подарили фактически ходом конь b4 белым пару темпов это сказалось и даже упрощение позиций не помогли черным остановить ну не сказать что атаку на короля но остановить активные действия на королевском фланге это не помогло на король g7 последует конь e6 с лишним слоном а после конь d7 ладья d8 выясняется что коню некуда отходить попытка создать контр угрозы легко отражается и после ладья бьет d7 но это цикл у черных было совсем мало времени в этой позиции угрожает снова ладья d8 например черные убрали слона и здесь сдались на единственный ход король h8 последует такой же 6 мар и так вот еще одна партия которая попадает у меня в два раздела и в рубрику памятные партии и в рубрику ловушки потому что я вам показал здесь целые две ловушки в сицилианской защите наверняка я еще что-то покажу из этого варианта очень долго вариант c3 на третьем ходу сейчас давайте вернемся вот сюда очень долго вот этот вариант приносил мне огромное количество очков сейчас конечно найдены уже достаточно достойные пути борьбы против плана белых но ход выглядит непритязательным мало кому приходит в голову его изучать серьезно за черных и поэтому думаю что партии которые я в дальнейшем на эту тему буду показывать тоже будут полезными для ознакомления с этой схемой спасибо за внимание с вами был международный гроссмейстер Роман Овечкин до свидания